Часа дня Эдварда Билла доставили из изолятора на Петровке в здание Тверского суда. Гособвинение сразу выступило с ходатайством в виде ограничений для блогера определенных действий. Следователь просит запретить подозреваемому по делу о ДТП в центре Москвы выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом и, что вполне ожидаемо, управлять автомобилем. Авария с участием Эдварда Билла произошла в четверг на Новинском бульваре. Видеокамеры зафиксировали, как синий Audi RS6 вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с четырьмя автомобилями. Адвокаты пранкера утверждают, что их подзащитного подрезала другая иномарка. Очевидцы, впрочем, говорят, что блогер во время езды снимал видео. В ДТП серьезно пострадала водитель Volkswagen Мария Артемова. Прибывшим спасателям пришлось срезать крышу машины, чтобы передать женщину медикам. Сейчас она в реанимации. Пока в крайне тяжелом состоянии находится страдавшая. Поэтому она в коме и, естественно, все действия родственников приложены к тому, чтобы она как можно скорее пришла себя поправить. Сам блогер избежал серьезных травм и, как говорят свидетели, сразу пересел с водительского в пассажирское кресло. У Эдварда Билла взяли материал для генетического анализа следов в машине. Другой тест показал, что ни алкоголя, ни наркотических веществ в крови водителя Audi не обнаружено. В суд сегодня пришла жена блогера Диана. Журналисты спросили, связывалась ли она с семьей Артемовой. Мы готовы помочь пострадавшим всем в этом ужасном событии. Мы искренне сочувствуем и очень переживаем. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Если вина блогера будет доказана, ему грозит до двух лет колонии. Продолжение следует...